Как сделать Steam красивым, прикольным и не таким, как у всех? Оставайся, сейчас расскажу. Появился такой софт под названием Millennium. Это софт, позволяющий нам кастомизировать окно Steam, сам Steam-клиент, программу, называйте, как хотите, и в целом сделать Steam более интересным, прикольным, а может быть даже и стилизовать его под другие программы. Как это сделать, сейчас покажу, расскажу. Значит, для автоматической установки у нас есть вот такая команда. Вводить ее нужно в Windows PowerShell, она же оболочка Microsoft PowerShell. Открываем от администратора, копируем, вставляем. У меня данный метод не удался, так сказать, успеха никакого не было, поэтому я установил данную штуку другим ручным способом. На GitHub'е есть архив с, соответственно, нужными нам файлами. Можете найти, просто прописав в поисковике Millennium for Steam. Соответственно, на GitHub'е скачать данный архив, и в дальнейшем, что мы с ним делаем. Мы открываем папочку Steam'а, переносим все эти файлы просто в папку Steam'а. Закрываем, перезапускаем Steam, и нас встречает вот такое вот окошечко. Добро пожаловать в Millennium! Мы рады, что вы стали частью нашего комьюнити. Это первый запуск, поэтому вот, короче, вы видите вот такое окошко. И, соответственно, показывают, как нам выйти в настройки этого Millennium. Вот, кстати, сайт с темами. Я его выделил. Также в описании оставлю, откуда все эти темы можно скачать и установить. Соответственно, потом выбрать, что более по душе. Мы их сейчас прокликаем. Я все покажу, те, которые мне понравились, которые я установил. И, соответственно, каждый, я думаю, подберет для себя что-то, что приглянется ему. Хотя тем на данный момент не так уж и много. Так, тут жмем Continue. Решили обновить протоколы безопасности. Хотите, чтобы Millennium проверял обновления? В принципе, можно эту галочку оставить. Хотите получать уведомления при обнаружении обновлений, похожие на это всплывающее окно? Я бы, наверное, это убрал, потому что оно объективно будет мешаться. Если будет обновление Millennium, то в настройках это все можно будет посмотреть. Как перейти в настройки, покажу дальше. Жмем также продолжить. Открываем Steam. Нажимаем на Steam. И видим вот тут вот вкладочку Millennium. Переходим туда. И вот, соответственно, наши темы. Вот мои установленные. Сейчас установлена стандартная. Соответственно, мы выбираем, допустим, от Валту. Чтобы это изменение вступилось в силу, потребуется перезапуск. Перезапускаем. Перезапускаем. Ожидаем. Steam перезапустился. И мы уже видим, что Steam изменился внешне. Кнопочки переехали. Значочек профиля теперь у нас другой. Кнопки Big Picture нет. Библиотека. Вот так вот выглядит библиотека. Как мне кажется, все вполне себе классно, прикольно, красиво. Сам профиль. Сообщество. В целом, в целом, мне нравится. Давайте смотреть другую тему. Допустим, выбираем Minimal Dark. Также перезапускаем Steam. Steam перезапустился. Это более минималистично, более круто, более прикольно. Мне, кстати, даже в какой-то степени нравится больше. Здесь у нас, соответственно, служба поддержки. Отдельно все вынесено. Можно посмотреть сведения о системе. Классно, прикольно. Так, активировать это. В принципе, то, что раньше было текстом, я так понимаю, то и сделали теперь картиночками. Отдельно вывели записи и скриншоты. Выделено как новое. Кстати, ранее не видел. Да, режим Big Picture в этой теме присутствует. Переходим в библиотека. Домашняя страница. Смотрим список игр. Профиль. В принципе, все так же. Тут все так же. Интересно, классно, прикольно. Может быть, даже я эту тему в дальнейшем и оставлю. Old Steam. Старая версия Steam. В момент, когда он только-только вышел. Вот. Это было примерно... Примерно вот так. На самом деле было это немножко по-другому. Это, опять же, стилизация. Но стилизация выполнена довольно круто, довольно прикольно, довольно забавно. Времена первого и второго Half-Life в действии. Интересно. Для людей, которые хотят поностальгировать, вполне себе, я думаю, такая тема может подойти. Выбираем следующее. Следующее Space. Поехали. Объективно, это пока, наверное, худшее, что я здесь видел. Она максимально недоработанная. Текст вылазит. Перекрывается. Переплывается. Ориентирование экрана тоже максимально кривое. Ужатое. Не круто, не прикольно. Вообще, хоть фу. По крайней мере, на экране магазина, на экране библиотеки. Все как бы, в принципе, вроде бы неплохо. Но есть нюанс. Мне, вот все равно, я смотрю, мне что-то не нравится. Оно вроде бы и не угловатое, закругленное, классное, прикольное. Но что-то тут не так. И прошлые темы мне объективно нравились больше. Смотрим дальше. У нас остается три штучки, которые я, соответственно, тоже здесь покажу, укажу, расскажу. Что-то похожее, кстати, на первую. Первую, да, на Advait. Что-то похожее. Вот это, кстати, круто. Вот это, кстати, классно. То есть можно переключать отдельно на текстовый. Нажимаем, переключаемся на магазин, библиотеку и все остальное. Как выглядит библиотека. Библиотека выглядит, кстати, относительно стандартно, только без вот этих вот разделений между играми. То есть эти вот полосочки внизу, они отсутствуют. Все единым сплошным списком. Прикольно, но, опять же, нужно будет привыкнуть, либо как-то ее подкастомить, поднастроить, потому что установленные и неустановленные приложения сливаются. Запущенные. Их можно понять, что они запущены, только по надписи запущены. По сути, все. В какой-то степени, наверное, неудобно. Да, тут коллекции. Но почему бы и нет? Возможно, кому-нибудь такая тема зайдет. Блю Архив. Это у нас для любителей маняме. Придумали такую тему. Нет, вот это выглядит неприкольно. Это выглядит вообще неприкольно, потому что это, во-первых, нужно будет дорабатывать. Потому что что? Потому что очень неудобный шрифт. Название тайтлов для того, чтобы увидеть полностью, мне нужно расширять столбец. Делать я этого не хочу. Мне, в принципе, и так было как бы классно, забавно и круто. Но, увы, увы, шрифт подобран, мягко сказать, не очень хорошо. Я думаю, в профиле я ничего нового не увижу. Да, перекрывается моей обложкой. Ну, как-то, не знаю, корявенько сделано. И Simple Dark, я так понимаю, это обычный черный цвет окна. Да, да, лишнее все скрыто. Здесь, ну, максимально обычно. Вот максимально обычно. Для любителей минимализма может быть, но, наверное, все-таки нет. Значит, вот такие вот темы, вот такой вот плагин. Также здесь можно включить JavaScript, выключить. Выключать я его не рекомендую. JavaScript в любом случае должен работать, потому что Steam Client – это, в первую очередь, встроенный браузер. Без JavaScript он работать нормально не будет. CSS – это всякие кастомные шрифты. Тоже не советую отключать. Пользовательский цвет акцента – это в том случае, если тему можно кастомить, можно, соответственно, выбрать определенного рода цветовую гамму. Но, по крайней мере, здесь, в этой теме, не используется данная функция. Также есть общие настройки. Вот, кстати, где можно включить-выключить обновление. Логи ошибок посмотреть. Исходный код, кстати, открытый. То есть есть DevKit, можно делать свои темы. Если кто-то разберется, будет круто, забавно и классно. Может быть, сделать свои, либо доработать то, что уже имеется. Плагин Millennium, он единственный. Есть еще какие-то плагины. Я, честно скажу, не смотрел, не видел. Поковыряюсь, посмотрю. Если видео будет интересно, можно будет отдельно пройтись по плагинам. Короче говоря, как-то так. Пробуйте. Единственное, что могу сказать сразу же. Я, наверное, на монтаже это подрежу и сделаю в начале. Данный сайт, а именно сайт Steam Brew, это не реклама. Вот, просто показываю сам сайт. В Яндекс.Браузере отмечается как небезопасно. Я все темы скачивал с этого сайта. Все скачал, все продемонстрировал, все установлено. Все круто, все классно, ничего там нет. То есть иногда бывают вот такие ложные срабатывания у браузеров. Но, опять же, все делаем на свой страх и риск. У меня все получилось, у меня все заработало. Если хотите проверить, в первую очередь проверяйте на виртуальной машине, на VirtualBox. Если не хотите устанавливать это на основную систему, для того, чтобы просто потестить, посмотреть, как оно, что оно, в первую очередь для перестраховки можете устанавливать на VirtualBox. Я установил на основную систему. Уже несколько дней сижу, соответственно, с новым интерфейсом. Все хорошо, ничего никуда не угнано. Никогда не забывайте про мобильную аутентификацию от Steam. И будет вам счастье. Кому понравилось, пользуйтесь. Кому не понравилось, не пользуйтесь. Кому понравилось видео, прожмите лайк, напишите комментарий. Продвинем видос. Может быть, кто-то об этом знал, кто-то об этом не знал, кто-то узнает. В любом случае, обратная связь – это важно, обратная связь – это нужно. Буду ждать вашего. Всем еще раз спасибо. Как-то так. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok